Ну, во-первых, кто завтракает, желаем приятного аппетита, а у нас в гостях шеф-повар краснодарских ресторанов Андрей Матюха и не с пустыми руками. Привет! Доброе утро! Обилие этого зеленого. Что это? Расскажите, что мы вообще сегодня будем делать? Друзья, мы сегодня приготовим очень, на самом деле, простой завтрак с брокколи, яйцом и тархуном. Это очень вкусно, хорошее сочетание. Самое главное, что это все наши местные продукты. Что нам нужно сделать? Первое, когда вы обработаете брокколи вот на такие соцветия красивые, вы срезаете низ, и у вас получается вот такая вот крошка, которую мы тоже используем в завтрак. Остальные кусочки брокколи мы превращаем в овощной паштет, то есть мы их обжариваем на сливочном масле, можно на растителям, кто там следит за фигурой сильно. Обжариваем на сливочном масле, добавляем немножко обычной воды и соли и взбиваем блендером. Получаем паштет. Как приготовить идеальное яйцо в смятку? Для этого нужно закипятить воду, чтобы она кипела. Это как бы первое, или нет? Да-да. Вот, и аккуратно опустить яйцо ровно на 5 минут. Прям по тайне. Прям по тайне. По секундамеру, да. Достаем и убираем его потом в холодную воду, соответственно, резко. Вот, и тогда оно хорошо чистится. Яичная банька получается. Да, и получается у нас идеальное яйцо в смятку. Оно внутри жидкое получается? Да, оно сейчас будет жидкое, да. Далее, для контраста вкуса мы используем зеленый ткемали, который мы приобретаем на наших рынках. И тархун. И тархун, да, он будет идеальным сопровождением в сочетании с брокколи и с жареным фундуком. Вот этот крем я не буду рассказывать. Это очень сложная история, но вы можете использовать... Смотрите, Андрей. Вы можете использовать, в принципе, для состояния немножко такого жирного состояния. Это майонез, может быть, да? По факту... То есть, вот это все такое пэпэшное, запэшное, мы тут его назвали... Чтобы выйти в ноль полезно. Майонезика сверху. Ну, я вам скажу, что, знаете, не бывает плохого оливье, бывает мало майонеза, знаете? Или не бывает невкусной еды, бывает мало майонеза. Но суть заключается в том, что мы его готовим сами на масле растительном, который мы изготавливаем из укропа. И потом на нем делаем такой майонез, и он на белках, там желтков нет. Вот в чем дело. Поэтому, по факту, он здоровый майонез. Здоровый майонез. Поэтому, так, ну что, погнали. Да, погнали. Очень быстро. А, вот, вот самое главное. Сейчас покажем. Обо всем рассказали, а тут горелка. Эттеншн, эттеншн, сейчас фаер-шоу. Ага, обожаем. Наша любимая часть. Вот, смотрите, значит, да, обычная горелка, которая в любом магазине продается. Что она даст? Она даст привкус жареного костра, да? Точнее, не жареного костра, а вкус костра. Дымчик. Да, дымок, да. Слегка обжигаем брокколи. Ой, боитесь? Вы не бойтесь. Да, я боюсь. Близко не подходите просто. Я могу вообще, в принципе, там в коридоре. Совсем слегка обжигаем до появления черных пиков. Черненьких таких, черных пиков. Вот, да. Пятнышек. Да. Я по-простецки. Да, все, готово. Так. Не бойтесь, никого не... При сервировке ни один кролик не пострадал. Не пострадал. Да. Теперь мы берем паштет. Да, берем паштет. Совсем чуть-чуть паштет брокколи. Далее. Вот оно. Да, далее. Теперь мы берем немножко соуса с ткемали. Да. Для того, чтобы красиво получилось, мы немножко можем отстучать. Наказать тарелку. Да, пошлеп, пошлеп. По затылку как будто бы. Да. Теперь крошка брокколи. Крошка брокколи. Это как будто про маленькую брокколи. Мы такие маленькая крошка брокколи. Маленькая крошка брокколи. Да, совсем чуть-чуть. Для того, чтобы придать небольшую текстуру. А можно я задам такой вопрос? Я подумаю, если я смогу ответить. Мы и заранее хотели об этом спросить. О том, как вот сейчас вот эти тренды все на здоровое питание, на осознанность, на какие-то вещи, они влияют на кулинарию. Это мы видим как раз-таки здесь сейчас, вот это пример здорового питания. Это пример вкусной еды. Это первое. Пример вкусной еды. Здоровое питание, конечно, знаете, когда люди идут в ресторан, многие не думают о диете. Немножко хирургии. Немножко вот мы добавили и цвета, и вкуса. Соответственно, добавляем немножко крем. Сейчас я все расскажу про здоровое питание. Я вопрос услышал, отвечу обязательно. Так вы говорите, вот когда люди идут в ресторан, они не думают о диете, да? Да, вот у меня есть гости, которые говорят, вот мы на диете все время, но когда мы идем в ресторан, мы об этом забываем. Мы обнуляемся, забываем обо всем. Мы об этом забываем. Добавляем жареный фундук для того, чтобы он дал нам текстуру в блюде. И, конечно же, брокколик, ой, это тархун, который даст некую пряность. И это блюдо мы подаем в одном из наших ресторанов, поэтому приятного аппетита. Вот такой вот завтрак очень простой. Мы вот так немножечко покажем. Вы даже можете потом съесть. Нашим зрителям. Даже, да. Мы на это и рассчитывали. А мы думали, это так просто. Так, все, я показываю сейчас нашим зрителям. А как называется блюдо это? Это называется, так и называется, брокколи и яйцо с мяткой. А, ну все просто, все понятно. Друзья, давайте поаплодируем. Красота невероятная. Так вот, когда люди следят за здоровым питанием, конечно, дома это, наверное, более удобно. Вот. В ресторанах мы подаем здоровую еду. В меню все равно, баланс меню состоит так, что вы можете найти для себя сбалансированные блюда для вашей диеты. Вот. Но, конечно же, мы концентрируемся на вкусе и готовим вкусно. И там, конечно, до диеты далековано. Ну ничего, а можно изредка себе это... Главное знать меру. Я знаю, что вот поворачиваться-то говорят, потому что вам приходится пробовать там до сотни раз в день что-то. Как вам удается себя сохранять в такой потрясающей физической форме? Ну это спорт, три раза в неделю обязательно. Все, ты без этого... Никаких секретов. Андрей, огромное вам спасибо, друзья. Я надеюсь, что вы записали рецепт. Он довольно-таки несложный, если вот это... Да, если вот это... Ну, можно подать и без этого, хорошо? То есть ничем не хуже не будет. Всем приятного аппетита, друзья. Оставайтесь вместе с нами. Масса интересного впереди. Спасибо.